всем привет и это снова я да давно мы с вами не виделись я пропустила неделю и были на то причина их несколько первое то что у нас поменялась картинка за спиной здесь больше нет пальм солнце и часовой поезд поменялся на два с половиной часа и вообще погода поменялась колоссально поэтому организм перестраивался ему нужно было время привыкнуть вторая причина какой контент теперь снимать на канал тоже для меня это был ступор какой-то и я целую неделю заставляла себя сесть за видео начать монтировать или что-то снимать смонтировать я смонтировала потому что вы смотрите это видео а вот что-то новое снимать пока еще я не знаю третья причина наверное самое важное цифры цифры падают на моем канале и когда ты видел сначала одни такие прям божественные цифры которые приводили тебя просто в шок а сейчас видишь реальность я знаю причину почему это так случилось я не могу на это повлиять я не могу больше снимать из того города который так сильно залетал в реке но будем снимать как есть я же не против поэтому если у вас есть идеи какие-то пишите в комментариях что вы хотели увидеть посмотреть может быть в россии в общем я буду рада любым вашим идеям но так как вы смотрите это видео значит она наконец-то смонтировалась и значит я могу вас погрузить в атмосферу тепла солнышко ярких красок сочных фруктов в общем и целом смотрите это выпуск из гуа я там показываю что я ем как мы проводим время в общем выпуск получился очень интересным желаю вам приятного просмотра и пошли смотреть его скорее мой муж сходит с ума что не сделаешь ради контента он собрался делать сальтуху для видео но немножко буду стала решил позаниматься а мне что-то говорит что я что-то ради контента делаю честный пляж выглядит примерно так здесь очень много индусов местных людей которые проезжают на море там немного грязное и очень-очень шумно в гуа круто что ты можешь почувствовать себя уединенно просто отойдя в сторону от общественного пляжа всего лишь на 100 метров но вот такое зрелище ты можешь встретить абсолютно везде до корова священное животное и полноценный участник дорожного движения а еще почти каждые выходные у нас была тусовка в шеке просто насладитесь этой атмосферой знаете что я поняла за этот месяц что так круто путешествовать и знакомиться с новыми людьми да да вот здесь мы познакомились с большим количеством новых друзей с которым мы провели отличное время мы сходили на тусовку посвященную 23 февраля познакомились с поляками которые мы приехали на мопедах на байках из мумбаи прямо до гуа вот сейчас идем ногами по морю тепленькому домой чем было круто классно потусили под индийскую под русскую песню дождались песни вероника чик-чика в результате идем счастливые довольные объяты домой завтра посыпаемся рано утром и идем на море загорать сегодня мы решили поведать необычным образом заказать или два супа крем-пюре у меня со шпинатом у паши с грибами попробуем вот так выглядит шпинатный супчик ни разу не пробовала полезно конечно сейчас попробуем и вот этим дымом заволокло всю улицу ветер разносит на многие километры вот эту вот вонь а а еще в индии принято сжигать мусор поэтому такая вот ситуация в принципе нормально до индии идешь и воняет мусором идешь около дома кто лежит какое-нибудь дерево или листья пальмы то есть это нормально это абсолютно бесплатно предоставлялась от нашего шека и каждый желающий мог попросить чтобы его отвезли или забрали из дома все они решили попробовать краба с утра их выловили и нам показали и мы решили что шиканер и вот мы заказали краба себе на обед в полдник но очень при обед плавно переходящий в ужин попробуем вот песики рядышком вот такой вот прибор чтоб клешки его фигачить краб вернись ко мне лицом краб обошелся нам почти в полторы тысячи рублей но как видите в состав блюда входили и гарнит но честно скажу краб это не мое мне не понравилось его чистить и на вкус все-таки я люблю крабовые палочки хоть они и не совсем натурально ну краб это не мое вот такой вот греческий салат заказала сыр фета конечно маловато но всех валят индийские овощи ну попробуем сегодня греческий салат представление инди это салат который входит соленый огурец который почему-то сладкий очень 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 много салата и очень мало сыра фета или фета в принципе не неплохо но греческим салатом не назовешь еда в индии полна морепродукт поэтому мы пытались пробовать все и акулу и крабы и королевские креветки и даже устриц а также частым гостем в тарелке была курица я могу сказать что меню разнообразное есть и вегетарианская есть европейская китайская кухня но если честно я старалась есть либо гуанское либо индийские блюда так как мы в индии надо знакомиться с культурой этой страны что касается коктейлей мне если честно не очень понравилось все-таки коктейли и алкоголь это не фишка индия сейчас я вам покажу офигеть что за мега супер рыбалка выкидывается сама на берег и люди вот ходят собирают ее потому что это вкусная рыба говорят местные там ее сетью вылавливают она сама смотрите как ее много это еще мало потому что там ее еще больше и она пытается выпрыгнуть из сети она сама выпрыгнула смотрите вот сеть и вот рыба о май гад что происходит она сама выбрасывается вот мы сейчас купались и выше из моря потому что эти рыбы начали прыгать прямо на нас мы решили надо спасаться надо спасаться и сейчас все поедят местные наловили туристы наловили этих рыб выловили все собирают рыбы и едят также птицы собаки в общем такая тусовка и пёсик тоже в общем такая тусовка и все еще шевелится о май гад я их спасаю и они обратно блин вот чувак в шлем насобирал да классно если честно мне кажется что у них в сетях рыба меньше чем на берегу или в море потом они их будут продавать на базаре мы только что целый пакет руками поймали надеюсь у меня будет небольшое такое видео я вставлю обязательно сюда но это просто угарно прям реально получилось руками ловить когда-нибудь ловили я нет вот сегодня да там гадан вот Вот кратка поймали, вот он, вот он, обалдеть. Всем привет, это опять видеоблог и мы опять жрем. Пришли в кафе на ужин, заказали два сизлера. Сизлер это в ананасе, короче, всякая штучка такая вкусненькая. Сейчас принесу, покажу вам все. Вот таких попрошайок раньше было много. Сейчас вот один за месяц прошел. И раньше была девочка, в которой натягивали такую нить, и она по ней ходила тоже под музыку. Мама стучала на барабанах, а она там исполняла всякие трюки. Вот сейчас пацан. Ну вот они собрали денег-то больше, чем ходит корова разрисованная, украшенная. Потому что дети, детский труд, эксплуатация. Мы пришли на завтрак в индийский ресторанчик. Полностью вегетарианский. Тут блюда только реально вот такие вот индийские. Сейчас посмотрим, попробуем. Сказали не спайси. Вот меню. Вот, посмотрите сами на него. Вы что-нибудь поймете? Вот, полностью вегетарианский. Вот завтрак. И пошло-поехало. То, что понял. Еще мы заказали две картинки. Вот такую картинку и вот такую картинку. Вот нам принесли вот такую вот, какую-то шаурму и какие-то рисовые кружочки. Все в такой достаточно традиционной посуде. Следующая вот такая вот рисовая лепешка. На вкус никакая. Вообще безвкусная. Вот ее макаешь в соус один, соус другой. Два соуса. Один не такой острый. Вот это поострее. Но его больше всего мы не вылокали. Потому что это какое-то, честно, безвкусие. Это прикольнее было. Вот уже все съели. В принципе, завтрак мне понравился. Единственное, что я не наелась. Вот. Ну, и отличается индийский завтрак все-таки от европейского, от российского. Не так сытно для нас. И не скажу, что для меня было прям очень-очень вкусно. Да, вкусно так, это необычно, но не более. Так что сейчас зайдем в маркет, купим мне мороженого. На добивку. А знаете, что я вам скажу? Что на Гуа самые красивые закаты и рассветы. Вы только посмотрите. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Обязательно поставьте лайки, 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 комментарии. Как 25-й кадр. Для меня это в последнее время стало очень важно. Это меня супер мотивирует делать что-то дальше, не бросать это все. Надеюсь, что мы с вами увидимся ровно через неделю, потому что у меня есть еще материал из Дели. У меня есть материал еще из Гуа. Я надеюсь, что я смогу скомпановать это все в один крутой выпуск. И мы с вами насладимся этим выпуском ровно через неделю. Ну, а я желаю вам приятных выходных. Желаю вам приятной недели. Желаю вам спокойной, классной жизни. И увидимся с вами ровно через неделю. Всем пока!